Долг больниц Костанайской области перед коммунальными предприятиями, поставщиками лекарств и продуктов питания продолжают расти. С начала года медицинские учреждения накопили кредиторскую задолженность в 3,6 млрд тенге. В самом сложном финансовом положении это городские больницы Костаная, Рудного и Детская областная. В этих организациях проводят высокотехнологичные операции. Однако, по словам врачей, возмещение их стоимости из фонда социального медицинского страхования не соответствует реальным затратам. По мнению специалистов, на нехватку денег также влияет ежегодное повышение зарплаты медицинским работникам. Сейчас в лечебных учреждениях на оплату труда затрачивают 85% финансирования. Оставшиеся 15% не хватает даже на лекарства. На погашение долгов прошлого года из местного бюджета выделили больше 700 млн тенге. Улучшить текущую ситуацию пытаются за счет оптимизации внутри больниц. Оптимизация кадровой политики, оптимизация договоров на лекарственные препараты и так далее. То есть до конца года мы данную работу будем проводить с целью снижения кредиторской задолженности. Дело в том, что кредиторская задолженность возрастает ввиду того, что закупаются расходные материалы медицинские организации, лекарственные препараты. Пока не изменится тариф на оказанные услуги медицинские, мы так и будем оставаться. Российское правительство усилит поддержку сельского хозяйства, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции. Об этом сказал Владимир Путин, поздравляя Грарев с профессиональным праздником. В прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна – почти 158 миллионов тонн. И в этом году страна вновь получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов. Увеличит производство мяса, молока, рыбы. Сегодня наши аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. Растет и экспортный потенциал отрасли. Продукция АПК уже входит в число ключевых статей российского экспорта. Причем по ряду позиций, таким как пшеница, рыба, наши компании являются глобальными лидерами. Жителям Южно-Сахалинска начали выплачивать компенсации за пострадавшие от наводнения дома. Власти выдают по 20 тысяч рублей на человека, но не более 100 тысяч на семью. Накануне в городе выпала почти месячная норма осадков. Мэр Южно-Сахалинска лично побывал в пострадавших районах и пообщался с жителями. Вода уходит, но многие дома еще остаются подтопленными. Работают спасатели, в город прибывают дополнительные подразделения. Белый дом дал добро на возведение пограничной стены с Мексикой протяженностью в 30 километров. Таким образом, президент Джо Байден нарушил данные во время предвыборной кампании обещания не строить ни одного метра барьера. А администрация пояснила, что деньги были выделены во время срока Дональда Трампа в 2019 году и должны быть потрачены сейчас. Высказался и сам Байден. Он добавил, что по-прежнему считают пограничные барьеры неэффективным инструментом в борьбе с нелегальной миграцией. Решение о строительстве стены было принято на фоне двусторонней американо-мексиканской конференции по безопасности, на которой обсуждаются проблемы миграции и незаконного оборота наркотиков. В 2023 финансовом году в районе Рио-Гранде, по данным властей, было зарегистрировано около 245 тысяч незаконных проникновений из Мексики в США. Высокая стоимость жизни в Грузии отразилась и на туризме. Иностранные гости не заказывают, как ранее, полный пакет у туров и не планируют их заранее. Хотя годовая инфляция в целом невысокая и в сентябре составила всего 0,7%, цены на отели и рестораны по сравнению с прошлым годом выросли тоже незначительно – на 0,3%. Однако дороговизна объясняется скачками цен в прошлых годах. Так, в 2022-м подорожали продукты питания, стало на 14% дороже останавливаться в отелях. Конечно, высокие цены больше всего сказываются на местном населении, особенно на тех, у кого маленький доход. За год больше всего подорожали алкогольные напитки и табак, расходы на жилье и образование. По сравнению с прошлым годом, особенно летом и осенью, наблюдаются стабильные цены. Но из-за того, что в прошлом году цены были слишком завышены, они и сейчас остаются высокими. Также в этом году из-за плохой погоды пострадал урожай. Например, из-за этого в сентябре зафиксировали повышение стоимости винограда, арбузов и еще некоторых фруктов. Сфера обслуживания всегда зависит от международного рынка. Когда дорожает продукт, дорожает и еда в ресторане. То есть, потому немножко, конечно же, увеличились цены. В предыдущих годах, если мы могли определенную сумму заранее знать, сколько обходится, кормить гостя. Сейчас это где-то на полтора больше получается. В отелях нормально все. То есть, особого повышения цен нет. Топливо нам мешает больше всего, потому что топливо то снижается цена, а то поднимается. И это влияет, нужно нам среднюю какую-то цену. У нас есть проблема с монетарной политикой. Обесценивается национальная валюта. Сразу же подорожали логистические расходы. Сейчас Грузия вынуждена искать альтернативные рынки для покупки топлива. И это будет Евросоюз или Азербайджан, где цены на 30% выше. И стоимость бензина дойдет до 4 лари. Это полтора доллара. Это все отразится, конечно, и на экономических процессах, потому что они зависят от цен на топливо. Повышение стоимости бензина вызовет подорожание всего еще на 10%. Продолжение следует...